И снова здравствуйте, давайте продолжим разбираться как делать сложный барельеф Приступим, наверное, с заднего плана теперь, как его делать и доработка вот этих вот болванок Давайте оставим одну вот эту болванку нашу, отключим все саптулы Нажмем фрейм, приблизим, вы видите в каком она состоянии И давайте поработаем сглаживанием Где можем сгладим, чтобы болванка более-менее выглядела Все равно мы будем ее потом дорабатывать Что-то с ней потом будем делать И поэтому нам, в принципе, детали ее очень дюжити не нужны Мало-мало так ее подкорректируем Все, вот она у нас готова Давайте посмотрим, какая у нее сетка Вот сетка И теперь, что можно сделать Можно отделить голову, если мы будем делать прям копию Можно сделать голову уже отдельно, потом ее все подставить И также, в принципе, можно... Ну, не знаю, тут таких деталей больше нет, чтобы более-менее делать их похожими Так, что еще... Кисти, опять же, Moff Topology Где-то подгоним, где-то вытянем Где-то включим стандартную кисть Добавим грудь Вот в таком духе Делаю я все это, опять же, быстро Видео уже я объяснял, что не хочу долго затягивать И монтаж сложный, долгий И потом, в принципе, теряется качество Чем дольше видео Ну, вот такая у меня программа А может, все дело и в ноуте Но это не суть дела Так, вот такая болванка И теперь вот есть одна фишка Как раз вот в тему этого видео Я раньше не снимал это видео В принципе, по работе и не нужно было так-то Так, давайте зайдем в геометри Посмотрим The Remesher Вот опять откроем Есть здесь With Polypane Вот эта кнопка Как она работает Мы нажимаем ее И вот этот регулятор Сбоку есть Вы видите, когда его крутишь Вот здесь вот меняется цвет От более светлого до ярко-темного Для чего это все нужно Допустим, вам вот эта вот часть В принципе, не нужна Чтобы у нее были большие полигоны Давайте мы сделаем вот так вот Голова нам нужна С детализацией четкой А вот эти вот части Где будет, допустим, закрыта юбка И еще что-то Ноги Сильно полигональные нам не нужны Поэтому мы уменьшаем вот этот ползунок Вот более до светлого Это будет мало полигонов Ну, где-то вот так вот его оставляем И отключаем зад Переключаемся сначала на стандартную кисть RGB Включено зад И вот так вот это дело все красим Вот тут до этих пор Вот так где-то Здесь вот так вот можно тоже раскрасить До колен Все, это мы раскрасили Все у нас здесь готово Хорошо так подкорректируем Чтоб нигде ничего не оставалось Так, и теперь прибавляем Детализацию больше Раскрашиваем, допустим Лицо и уши Вот эта, допустим, часть нам очень понадобится Она должна быть сильно детализирована Также руки Вот досюда И вот эти ступни Все это дело мы вот так вот Покрываем Цветом Так, ну, тело нам нужно Средней детализации, допустим Ну, давайте Вот так вот оставим И вот эти все Вот так вот Закрасим Черепушка будет у нас закрыта, короче Голосом Так что давайте здесь поставим Ну, более низкий уровень Вот так все это дело Подкорректируем Ну, и шею так же Давайте теперь посмотрим Какие у нее полигруппы Чтобы запомнить Вот где-то все Вот так все это выглядит И теперь можем нажать Экстракт Для чего все это нужно Если вы будете потом работать Чтобы у вас Ну, здесь вот полигоны Не зашкаливали А какие-то части были Низкополигональные А какие-то более четкие Более нужные детали Были Более с нормальной сеткой Ну, чтобы потом Было очень удобно работать Вот прогон у нас закончился Давайте сетку теперь посмотрим Вы видите, что она изменилась Ноги более-менее Сетка такая Так, не плотная На теле более-менее поплотнее И лицо вы видите, что Совсем плотная сетка Нормально все точно Сетка вот вы видите Как сделана У нас отключена симметрия Потому что у нас модель Несимметричная Если вы будете делать голову В последующем отдельно Не используя вот эту вот часть С модели То можно потом уже Сетку переделать Симметричную Ну, здесь вот ставите симметрию И сетка будет Более-менее такая Поточнее, может получше Вот вы видите Голова Какие полигоны у нее И у лица Также у тела И у рук Вот так уже будет видней С ней работать Включив кисть Вот цвет у нее Светлый становится Все видно Вот такой есть способ Опять же Когда вы делаете экстракт Вот эта клавиша Должна быть включена Иначе вот это вот Все не сработает Все ваши вот эти вот Раскрасы Выделение каких-то зон Просто сделается экстракт Адаптив Или халф Какой вы будете делать Также Эту модель можно разбить На полигруппы И по прошлом видео Работать уже так Это вот маскирование Назначаем Ctrl W полигруппу И вот Можем теперь Работать допустим С одной рукой Чтобы нам ничего не мешало Потом можем все это дело вернуть И все вот так у нас работает Это опять же В прошлых видео есть Кто давно канал смотрит В принципе нового Я ничего сейчас не рассказываю Тот кто только учится Конечно нужно Просмотреть все видео Желательно еще видео С других каналов Там может быть Более лучше объясняет кто-то Также можно смотреть На японском На итальянском Чуть посложнее Для понимания Ну в принципе Тоже много интересного Рассказывают Так Когда мы все Вот это сделали Давайте теперь Поработаем С детализацией Вот этой вот части Установим нашу модель Что теперь здесь Можно делать Теперь мы переключаемся На вот эту нашу Основу Задний план Включить можно Claybirds Buildup Вот эту вот кисть Опять же Можно работать На двойке Чтобы более-менее Так понемножку накидывать А можно работать На четверке Выставляйте Drawsize Как вам удобно будет Размер подгадывайте И вот так вот Можно поднакидать То что здесь У нас Находится Опять же Работаем С интенсивностью Вот этого Виде Делаем более Четче Делаем более Прозрачней Для разных работ И вот так вот Все это Накидываем Слишком Как Приближенное К исходнику Не надо делать Просто пока Накидываем Вот это вот Отмечаем Вот эти все Зоны Смотрим Где-то больше Накидываем Где-то просто Проводим Один раз Чтобы просто Отметилось Так Все это Мы сделали И теперь Давайте посмотрим Что у нас получилось Вот так вот Получилось Неказистое Потом мы Все это Можем Потихоньку Вот так вот Доработать Где-то Прибавить Где-то Уменьшить Вот таким Вот образом Давайте посмотрим Как ляжет Наш ангел На свое место Вот вы видите Что его чуть-чуть Нужно Откорректировать Тоже Давайте на него Переключимся Нажмем Мов И вот так вот Его Здесь Разместим В принципе Хорошо бы Когда вы Вот это Вот сюда Делаете Назначить Каждой Вот этой Модели Полигруппу Общую Чтобы они Были Вот уже Отдельно Вот эти Вот Ангел Женщина Чтобы Можно было Их объединить И когда Надо Разъединить Вот это Было Очень Хорошо Бы Опять же Здесь Можно Поработать Маскированием Где-то На каких-то Частях С маской И Использовать Экстракт Вот этот Ну это Если у Кого-то Где-то Будут Какие-то Детали Где-то Добавить Допустим Юбку Вот С этой Женщиной То Можно Поработать Как раз Маскированием Наносим Вот так Вот Маску И делаем Экстракт Отключив Дублирование Делаем Экстракт Выбираем Толщину Вот здесь Вот И повторяем Снова Если нам Подходит Вот эта Вот часть Жмем Ацепт И уже Переключившись На нее Начинаем С ней Работать Опять же Можно Выгладить Опять же Можно Изменить Ей сетку И Работать Уже Мов Topology Где-то Вот так Вот ее Подгоняя Где-то Вот так Вот ее Вытягивая Словом Все По Прошлому Видео Это Будет У нас Как Основа Словом И вот теперь, используя Clay Builder, уменьшив драфсайз, уменьшив интенсивность, мы можем уже вот так вот здесь что-то делать в складке, как-то её корректировать, придавать объём и так далее. Вот, работать. Когда вы вот так вот что-то наметите, вот общее, всех раскидаете, то можно уже сделать вот так вот. Делаем объединение. Предварительно выделяем всю модель и назначаем ей одну полигруппу. Также можно сделать дубрирование вот этой вот модели. Переключимся так на другую модель. Вот так вот. И её поднимем вверх. И вот эти вот две модели, посмотрим, какие у них полигруппы и объединим. Опять же, Merge Down. Всё, вот теперь, когда у нас вот это всё объединилось, мы можем работать даже без экстракта, уже полностью нарабатывать массу, вот так вот, прибавив интенсивность. Уже можем вот так вот где-то прибавлять, работать уже полностью и с моделью, и с задним фоном. Вот так вот. Продолжение следует... Продолжение следует... если сейчас мы сделаем одну полигруппу Ctrl W и сделаем в геометре допустим Dynomesh когда мы набросали более-менее что-то давайте сделаем Dynomesh все теперь мы можем уже смело работать с моделью вы видите что полигруппа стала одна, сетка одна и уже все вот эти будем наносить детали какие-то складки работать уже полностью с готовым с готовой моделью это все делается после того как вы все уже раскидали все наметили когда у вас более-менее что-то вот здесь вот уже пролеплено вот в этой части что-то сложено и потом вы можете уже здесь вот работать вот так вот где-то добавлять где-то вытягивать уже у вас будет одна часть опять же можно работать маскированием и что-то вот так вот уже прибавлять уже прибавлять накидывать накладывать вот таким образом так так со щитом тут вообще очень все просто берем добавляем аппенд и жмем вот этот сферу заходим в геометрии или опять же скайл сайзом все это дело мы уменьшаем с помощью умов подгоняем где у нас должна быть должен быть щит выравниваем модель и уже накладываем его эту модель на вот нашу вот эту вот картинку делаем еще больше прозрачность и уже работаем полностью с сайзом вот такой у нас щит будет получаться все мы его вроде наметили отключим картинку здесь будет у нас лепка поработаем теперь вытягиванием вот так его установим и лишнее просто обрежем вот что-то такое будет у нас получаться это вот как болванка как заготовка так что наметки полностью все фигуры оставляйте а потом уже будете добавлять вот эти вот части где что находится в принципе вот такая вот система так вот работает у нас принцип барельефа вот так он будет сбоку выглядеть когда вы все подгоните когда все сделаете здесь вот еще можно будет вот так вот его подкорректировать толщину глубину уменьшить вот так вот вот что-то такое будет у вас получаться то-то качественно вы видите показать чисто я по времени не успеваю а видео много делать тоже не хочется это может быть 20-30 видео а то и больше если все вот это вот начать показывать досконально как делать каждую складочку так что уж извините тренируйтесь сами потом если что я на ускоренном вот это все покажу а вы уже посмотрите в ускоренном в ускоренном видео все всем пока до свидания